Привидище! Это Питер Паркерович и АСМР. Не, на самом деле шутка, потому что я сейчас играю за МДжей, и она пытается прокраситься в логово бандитов, вооруженных до зубов, без какого-либо оружия. Просто не женщина, а огонь! Я бы зафсал. Он не стоит. Это всё для льви. Как бы, ну прикинь, ты хрупкая маленькая девочка, журналист, который что-то пытается вынюхать. Лезет в логово... Ой, тут осколки стекла, тут коробки, надо очень аккуратно прокраситься. Вот так вот. Хрупкая девочка, которая пытается в логово бандитов залезть, прям вот в самое нетро, чтобы узнать какую-то важную информацию. Всё нормально. Упс. Типа, ну вот по-другому же никак. По-любому же это называется «ищу на жопу приключений». Наверное, для тачки, которую они строят. Ой, 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 чуть не запалился, чуть не спалился. А-та-та. А-та-та. Как у меня к нему? Чёрт! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Там, короче, надо было чё-то включить, но я обосрался в этот момент. Я думал, что меня не запалят. Я же тут её оставил. Сейчас ещё разок попробуем. Так. Проходим сюда. Он уже что-то подозревает. А, он вокруг будет ходить? Ага, точно. Эй-эй-эй-эй. Кто-нибудь видел отвертку на 16? Я не видел. Здесь запускаю и побежал вон туда, наверное. Сюда. Сюда, вот, сюда, вот, сюда. Отлично. Блин, он так близко на самом-то деле. Кто это там? Кто это там? А я уже здесь. Там меня нет. Что это? Какое-то военное оборудование. Вот и офис. Но на пути к нему много людей. Слушай, ну там он, огромная тачка, реально, стоит. Тут кафешечка у них, как мило. Там байки. Блин, тут народу вообще вал. У этой МД реально стальные яйца. Там пацан стоит. А, ну он отошёл. Он отошёл. Стекло снизу. Волхи Макс. Фонарик включишь прочитать, что там на бочках написано? А, что здесь? Бо, не мёдра. Блин, не заметит. Это что за перекачанный бугай? Надгробие. Надгробие. Это у чувака так зовут? Ты прав, Рик. Не заметил. Потому что нечего будет замечать. О, чёрт. Я сказал, что исправлю. Ты крепкий парень, Рик. Попробуем тебя сломать. Его пули не берут. Я разочарован. Короче, этот парень явно химозный какой-то. Накачал себя всякой дрянью. Мне нужен новый сварщик. Назад пути нет. Нужно проникнуть в тот офис. Залезла в самую жопу и теперь думает, блин, как выбираться отсюда. Нужно что-нибудь уронить, как обычно. Вот инструменты. Давай свалим. Ну, давай. Чё, чё, чё? Стой, стой, стой. Ты уронишь инструменты, нет? Вот. Быстрее туда. Главное, не пускануть шептуна. А то по запаху вычислят. Чертёж. Сейчас мы выясним, что они строят. Огромный КАМАЗ. Чертежи. БТР. Вот что они создают для Ли. Но для чего ему нужна бронированная машина? Ну вот. GPS-трекеры. Для чего они над гробием? Так, братва. Уходим. Забирайте добро из офиса. Мне пора. Да ладно. И там как вот нужно было, была открыта дверь, да? Ладно. Я хочу сказать, больше так не делай. Но знаю, что ты всё равно сделаешь. Так что... Возьми с собой несколько. Класс. Спасибо. Ты же понимаешь, что надгробие почти что неуязвим? У всех есть свои слабости. Я вот... Без ума от того, что ты там готовишь. Запах дивный. Курица карри. Пусть пока потушится. Ну, хоть не пельмени. Ты ведь никогда мне их не простишь, да? Не-а. Знаменитая пельменная катастрофа. Не могу поверить, что эвакуировали всё здание. Ага, ещё и в январе. Твои соседи меня ненавидели. Ага, они... Были счастливы, что мы расстались. Да. Так. Давай обсудим, что ты нашёл в офисе Ли. Ну, у Ли явно проблемы с Норманом Осборном. Да, но... Почему? Пока не знаю. Но его следующий шаг как-то связан с дыханием дьявола. Не знаю, что это. Ага. Попробую узнать. Я тут подумала... Может, нам объединиться? Что, хочешь стать моей помощницей? Типа, девушка-паук? Женщина-паук. Нет. Женщина. Не помощницей. Партнёром. А... Только не это! Твоя система наблюдения. Взлом в жилом квартале. Чарльз Стэндиш. Хм... Звучит знакомо. О, финн-директор Аскорб. Стой. Ты же не думаешь, что в этом как-то замешан Ли, правда? Прости, что так сбегаю. Ты что, бросил свою одежду на пол в кухне? А-а-а... Куда мне её лучше... Просто положи на диван. До встречи. Ага. Высокие дружественные отношения. Ну чё, пойдём проверим, кто там нас взламывает. Привет, это я. Карри отличный. Так что мы знаем о Чарльзе Стэндиша? Посмотрим. Финансовый директор Аскорб. Больше 20 лет в компании. Не женат? Большая коллекция искусства. И если у него пентхаус в том доме, значит он супер богат. Раз Ли охотится на него, он связан с дыханием дьявола. Я поищу что-нибудь в той папке. Дай знать, как найдёшь. Думаю, Ли мог задумать что-то похуже, чем события в ратуши. Так мы теперь партнёры? Потому что очень похоже, что да. Партнёры! А-а-а... Хороша звуть. Хватит болтать. Дела ждут. Полиция не помешает помощи. Ну... О, блин, у меня до сих пор ловушки не восстановились. Их, видимо, покупать нужно. Или чё, в супермаркет сбегать? Или как? Ну ладно, у меня есть дрон. Хорошо. Поможем ребятам при помощи дрона. Поехали. Вот этого я забираю к себе. И меня уже стреляет, да? Как вам? Мега-супер-паутинка. Электрическая. Да, у меня теперь суперспособность электричества. Готов. Чё, всё? Со всеми разобрались? А, нет, у тебя есть ствол. Так, надо в кого-нибудь запустить дверкой. Получай. На тебе, Фин. Надо переключить свои... А, у меня всё переключено. Не забывай, что они автоматически потом врубаются. Паутинки мои. Давайте, покручу. Карусель, карусель! Вот и деткам радость. В полной штаны. Да не за что, обращайтесь, полицейские. Все бы меня так благодарили. Возможно, внутри есть ещё. Ждите здесь, парни. Парк? Что это за парк такой? Ого! Кто-то тут спешил. Человек-паук! Тут прям бугай какой-то вломился. Что случилось? Рассказывай. Ты ранен? Я да. Но вам нужно скорее найти мистера Стэндиша. Парни в масках схватили его и силы увели к нему домой. Он живёт в пентхаусе, верхний этаж. Ладно, держитесь. Вижусь, а? Вижусь, а? Рад, что вы здесь. Не могу найти свою машину. Готов поклясться, что оставил её тут. Такие и смотрят, как я избиваю их товарища. Ой! А вот теперь я похори получил. Не-не-не-не, стой-стой-стой. Дай-ка я тебя. Вот так вот. Закручу, заверчу. Не успел. Надо реакцию отрабатывать, дружище. Там ещё парочка народа бежит. Но у меня есть. У меня есть суперспособность новую. Я сейчас новую поставлю. Костюмы. Электричество я тебе уже показал. Вот это вот негативная волна. Она у меня была у белого негативного костюма. Вот у этого. Давайте покажу. Ребят, ничего. Опа! Чё, не достал, что ли, до вас? Она, короче, должна была их отбросить. И они должны без сознанка уйти были. Ну, чё-то пошло не по плану. Чё делаешь? А я тебе в обратку её кину. Чё, всё-то откинул, что ли? Ну ладно. Так уж и быть. Мне, походу, вниз. О! Ещё толпа. Давайте я поднакоплю негатив. Я хочу показать ребятам негатив. Чуваки-бандиты. Как я увернулся? Готов? Вау, красота. О, кстати, негатив сейчас накопится. Должен накопиться. Парочку преступников оставим. Увернулся. Я поворачиваюсь, окей? Мне чуть-чуть тут осталось. Можно, кстати, паутину. Вот так вот. Всё, ловите волну. Ой, ой, ой. Во! Вот это получил. Ну, чё ты такой? Выжил, взял. Видимо, отошёл, поэтому его негатив не достал. Зато достанет моя паутина. Чё, походу, толпа вырвется из лифта. Ну да, ну конечно. Ой, и бугайчик. Стойте, и вы тут работаете. В этом здании к охране парковки относятся очень серьёзно. Не, аж теперь бугайок могу крутить-вертеть. Это так шикарно. Пускай он там полежит. Иди к паучку. Со всеми расправился, что ли? О, ребят. Чёрт, всё-таки ударил меня. Поэтому ты получаешь супер-приз с деревяшкой по голове. Не развязывайся. Так не запланировано. Короче, всё-таки крутая способность. Это чего? Чё я там получил? Карта отключена? А, ну бывает. Самая крутая способность, это, конечно, вот это вот. Паутиный цветок. Пробовал братишка-паучишка, когда дрон выходит. Ну, как бы... Ну, это дрон от Старка, который мне помогает. Но он что-то какой-то такой себе слушает тоже. Давай посмотрим, что там по навыкам я могу прокачать. У меня уже один талант есть. И я... О, я теперь могу вот так вот бросать людей. Кстати, неплохо. Нажмите квадрата, затем удерживайте и треугольник, чтобы взять врага в захват и бросить его в любом направлении. Давай вот это вкачаем. Покупаю. Пушая драка. Пятёрка за старание. А куда нам теперь драпать? Вариант, они знают, что я тут. Может, я смогу пробраться по шахте лифта? Давай, влезь к нём. Попробуй. Тут электричество, он буянит. Похоже, отсюда можно пробраться в пентхаус. Ну, поехали. Поехали. Надо повыше сразу запрыгнуть. Ой. Ты на стенку полезешь, нет? Блин, прикинь, он не хочет паутину пускать на стенку. Придётся вот так вот лезть. А я-то хотел паутиной себя притянуть. Ленивая ты жопа. Паркерская. И лифт сразу закрылся. Так нечестно. Они так смешно разговаривают. А ещё так забавно выглядывают. В шахту лифта. Мухи в паутине 2. 75 опыта. Хамихаша. Чувак, я тебя спас. Тебя чуть лифт не распилил пополам. Чуть наголо тебе не наехал. Да. Надо. А, здесь паутина, наверное, не сработает, да? А, не сработает. Нужно до победного доползти. И вот так вот сделать. Я почти на месте. Ну, ты молодец. Вот. Здесь паутина, наконец-то, работает. На свет не выползаем. Да? Точно? Ну, мне же наверх нужно. Блин, и здесь паутина опять не работает. Да что ты будешь делать-то? Смотри, лифт едет, едет, едет. Что, он остановится? А, он останавливается. Он не доезжает до них. Я думал, он сейчас ствол этого чувака выбьет. Ну, лифт. Наедет как бы на ствол и всё. Прощай пока. О, смотри, фонариком кто-то с другой стороны светит. Ну, а здесь всё ещё чувачочек. Реально сейчас игра напоминает паучка, который ловит мух в своей паутины. Вот-вот-вот-вот-вот. А, лифт мимо проезжает. Эх. А я-то хотел. Может, постараться через верх зайти вовнутрь? Как думаешь? Можно же просто вот так вот перелезть, смотри. Can't email. Там можно как-то залезть, нет? Вот типа вот так вот. А, ну я, наверное, сейчас упаду и всё, и хана мне. Я туда залезть-то не могу. А если паутинкой туда стрельнуть? А-а. Ладно, парень, сейчас. Я иду тебя поймать. Если ты не спрятался, я не виноват. Я попробовал. Сейчас тебе скажу. Смотри, они везде стоят. Ну, я сейчас просто прямо... А, прямо можно не пролезть. Вон, фонарик светится. Чёрт, 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 чёрт подери. Всё, я управился. Можно было подтянуться. Я видел. Хопа. Шахта, походу... Да, я тоже хотел это сказать. Ой-ой-ой-ой. Серьёзно. Быстрей. Вот ведь. Нифига себе. Нехорошо. Давай, запрыгивай. Ну, я вроде управился. По-быстренькому. Даже зажигательное не капнуло на меня. На мой костюм. Ну чё, ребятки, поиграем? В прятки. Один туда, смотри. Мне кажется, нервничает. Стоит вырубить его. Стой, стой, стой. Не уходи так далеко. Я же не успею за тобой. Там сзади кто-то был или мне показалось? А, нет, это мой висящий. Друган. Пойдём сюда. Та-да-та. О, можно было на него уронить вот эту штуку. Сейчас мы это сделаем. Подойди сюда. Ну, подойди. 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 Да-да-да-да-да. Посмотри на эту статую. Не в ту сторону уронил. Ну ладно. Бывает промашки и меня спалили. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто меня там спалил? Ну, ёлки-палки, упал. Граната? Гранату надо было кинуть, а ты... Да. Слушай, я хотел, знаешь, что попробовать? Вот, вот этот приём новый. Давай. Сейчас ещё раз покажу тебе новый приём. Надо на свет выйти, ребят. Давайте на свет. На свет. Что-то не получается. Не выходит как-то. Ой, больно как. Давай, я одного оставлю потом. Ух ты, у ворот какой хороший. Получай. Ловите, короче, ульту. Задолбали меня. Спокойной ночи. Вот это дело. Приберусь перед разговором со стендишем. О, бугай. Откуда были? Потуси здесь. Не-не-не-не-не-не-не. Не вздумай, не вздумай в меня стрелять. Вот так вот. Красиво вышло. Смотрит такое в окно. Даже не видел, что я тут бегаю. Сказать по правде, так даже лучше. Вот и всё. Ладно, всё чисто. Надеюсь, стендишь в порядке. Гот! Ммм, дерзкий типок. Зря я, походу, ульту юзанул. Чё у меня там есть? О, отличная штука. Наверх залезем. Хоп. Сейчас я ему здесь ловушки сделаю просто, да и всё. А, он отбивает их. Ладно, как насчёт дронов. И электричество. Так, электричество. Ммм, он всё отбивает. Мхм-мхм. Ну, хорошо. Раз, лезем уже. Выпробуем в него кинуть, например, вон ту вазу. Всё, казалось проще. Посиди, потуси. Вот так. Ух, стеночка помогла мне. Готово. Дрон-паук заряжен. Ещё разок. Чё, ещё бегут? Да нет. Вроде бы. Вылазить под стола. Теперь порядок. Что они тут забыли? Просто финансовые отчёты. О дыхании дьявола? Как ты об этом узнал? Зачем они им? Я даже не знаю, что это. Мистер Осборн вложил в это кучу денег. Но все эти годы держал всё в секрете. Я один знаю что-то об этом проекте. Уже нет. Так, они скопировали часть записей на защищённый сервер. Платёжную информацию от доктора Айзеки Дилани. Кто он? Честно, не знаю. Пригнись! Давай, давай! Стойте! Это слив! Поймал, кажется. Или не поймал? Почти достал! Мне этот момент напоминает одну из серий Человека-паука, когда он тоже летел вот так вот с обрыва, с края башни, не пытался поймать МДжей. Но в итоге не поймал. Это второй паучок. По-моему, был. Он её как бы поймал, но она всё равно ударилась. И кусок бетона огненного пролетел. Привет, Юри. Ты в порядке? Да. Но я ничего не успел узнать, как пришли парни из Соболя и велели сваливать. В чём дело? Мне кажется, они просто хотят заткнуть ему рот. Потому что он в курсе про дыхание дьявола. Точно. Что бы за хрень это ни была. Я, кажется, как раз нашёл рабочую зацепку. Зацепку? Копом себя взомнил. Имеешь в виду... Копом-пауком? Да. Коп-паук возвращается. Ну ладно. Правда, Юри трубку скинула после этого. Питер, что там со Стэндишем? Порядок. Ладно, здорово. А демоны? Они искали имя. Ручка близко? Да, диктуй. Доктор Айзак Дилани. Ладно. Кто он? Причём тут он? Я надеялся, ты мне скажешь! Я займусь. Дай лишь время. Да, кстати, ты оставил у меня тот трекер. Я завезу его в лабораторию доктора Октавиуса. Сообщу, как найду что-нибудь о Дилани. Новое побочное задание у нас открылось. Похоже, у меня есть несколько минут свободной игры. Тогда давай что-нибудь замыкнем. Мы два агента в швейном квартале. Дайте отчёт. БТР под обстрелом. Повторяю, мы под обстрелом. Ух ты. БТР под обстрелом. Пойдём-ка глянем. Что там вообще происходит такое? Это, наверное, тот самый БТР, который они мастерили в гараже. Ну, кстати, вот вопрос. Учитывая возможности Ли, он мог этот БТР купить, а не мастерить. Ну, как бы. Может, у него хотя денег нет. Пожалуй, помогу тем, кто не взрывал ратушу. Итак. Чё, как дела у вас тут, парни? Ладно. Довольно сейчас. Миленько разберёмся со всеми ребятами. Сюда паутинку кинул, туда паутинку кинул, нам здесь вот эту вот штучку кинул. Вон туда. Вот сюда. Вот. Шикарно. Привязать паутины к стене четырёх, подбросить воздух четырёх. Ладно, сейчас подбросим всех. Парни, Соболь, только в ней не стрелять, пожалуйста. Можно уложить. Тихо, разумеется, люди, потерявшие руку, мечтают вернуть потерю. Но мы можем дать им кое-что лучшее. Не обязательно придерживаться стандартов человеческого тела. Мы можем пойти дальше. Но при этом пусть. Док очень воодушевлён. Лишь бы не перегорел. Чё, ещё есть живые? О, паутина. Кого-то там зацепило. Давай к стеночке подходи. Подходи, подходи. Мне нужно тебя к стеночке привязать. Братику твоему. О, отлично. Эй, у тебя есть время проверить кое-что? Нет. Но если попросишь вежливо... Мне сообщили о подозрительной коробке на крыше в арской кухне. Можно вызвать сапёров, но вдруг это просто научный проект какого-то школьника. Да, понимаю. Дефицит бюджета и всё такое. И... Пожалуйста, посмотри. Идём по просьбе Юрия. Я только пропустил момент. Чё там она нам говорила? Чё-то школьник какой-то там намудрил. И нужно это проверить. Кажется так. Сейчас узнаем. Вау. Вертолёт там уже на месте. Я тоже, в принципе, уже на месте. Я здесь? Чё это такое? Похоже на военное оборудование. Странно. Человек-паук. Ты нашёл одну из моих наблюдательных точек. Кто это? Неправильный вопрос. Правильный звучит так. Сможешь ли ты разрядить мои бомбы? Он расставил по всему городу наблюдательные пункты. Пункты поиска испытаний. Ещё одни жетончики. Там есть и с дронами чё-то, и чё-то ещё. Нифига себе. 300 минут счёт. 12 тысяч минут счёт. Короче, чем быстрее выполнишь задание, тем больше тебе очей дадут, видимо, да? Ну ладно. Попробуем. Этот компьютер отслеживает бомбы во всём районе. И они вот-вот взорвутся. Нужно спешить. Раз, два, три. Гоночка началась. Эти бомбы сами себя не обезвредят. Рядом с бомбой, чтобы избавиться от неё. Окей. Хопа. Давай. Эй, бомба. Так, коты, всё. Дальше. Бежим, 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 прыгаем, летим. Бомба это всё-таки опасная штучка. Вот так вот. На втором этаже она, да? За роль последняя осталась. Ой-ой-ой, тут вода. Вода, вода, вода. Капец. Рискованно. Но я справился, кажись. И под конец воду всё-таки упал. Стой, куда ты прыгаешь-то? Стой, 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 стой. Это неловкий момент. Готово. Ну да, можно лучше. Не, повторять я не буду, хватит. Неплохо, но ты слишком наклоняешься при броске. Это вредит точности. Для тебя это какая-то игра, псих? Игра для детей. А я профессионал. И платят мне соответственно. Твой клиент выбросил деньги на ветер. Иногда информация дороже денег. А я многое узнал, наблюдая за тобой. Эмджей, что ты узнала об Айзеке Дилани? Я выслала фото, взгляни. Кто из них Дилани? Не знаю. Тебе придётся выяснить это на вечеринке. Хорошо, я уже при костюме. Идём на тусу. Хэллоуин? Мне костюм не нужен. Ну, как бы, человек-паукский костюм, это не хэллоуинский костюм. У Дилани внешность одного из моих злейших врагов. Пора выяснить, какого именно. Ящер или Мистерио, да? Ну и клоун был. Клоун это, наверное, просто клоун. Значит, сканер поможет мне тут? Нет, отыскать его. Блин, я здесь прыгать не могу, слушай. А прыгать-то чё? Ладно, паутину пускать, я понимаю, тебя сразу спает. Но вот прыгнуть... Все в костюмах. Мои люди. Человечек-паучок. Вот это я понимаю, Дун соглаши. Красавчик. Я с тобой. Мы, типа, вместе сюда пришли. Если чё. Доктор, Дилани где-то здесь. Надо найти его раньше, Ли. Эй, гляньте-ка, мы братья-пауки. Здорово. А где это вы... Зацени, как я могу. Слушай, а где остальной костюм? Почему у тебя только шапка? Брюхо твое светишь. О, Мистерио. Простите, вы доктор Дилани? А, Человек-паук, мой давний враг. В этот раз не возьмёшь. О, нет, дым. Что же мне делать? Пришёл твой конец, Человек-паук. Да зеркали. Теперь ты нура. Эй, да что с тобой? Я неделю работала над шлемом. Я должен найти доктора Дилани. Он где-то на вечеринке. Ты кто такой? Дружелюбный Человек-паук. Омник. Да ладно, тебя не впечатлили мои трюки и паутина? Да, девочка, тебя походу в жизни вообще больше ничего не удивит. А, это не клоун, господи. Это этот. Стервятник. Я почему-то подумал на фотке, что это клоун. Тот швыряющий леденцы тип может быть Дилани. Нужно найти способ подняться туда. На паутину юзать я не могу, да? О, вот так нормально. Мне нужен Айзек Дилани. Мне кажется, он на танцполе. Да вот он. И ящерица в халате. Так, нам туда, значит, нужно пробраться. Прыгать я не могу. Хотя только что трюки знатные вытворял. Идем, значит, на танцпол. Смотри, сколько там человеков-пауков. Смотрите, это мальчик-паук. Раз я твой враг, давай драться. Что такое, слабак-паук? Боишься моего могучего рога? Эй, 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 вы кто? Что вы, что вы делаете? Зрак, уберите его, человек-паук. Ну ты сам напросился, дружочек. Почему он других пауков вот так вот не прессовал, а ко мне пристал? Дела не увели. Я все просрал. Ребят, можно с вами пофоткаться? Давай-ка фотку замутим. Ну все, я нафоткался. Теперь идем спасать доктора. Через окончика, конечно же, пролезем. Эй, эй, полегче. Скажите, что вам надо? Это розыгрыш, да? Это же не пушки. Назад, быстро! Отпусти! Парни, не подходите, а то я вас тыквой зашибу. Всем пригнуться! Ух ты, ух ты, ух ты, у тебя классные штуки. Мимо. Не убивайте! Давай-ка полетаем с тобой. Да что ж такое-то? Ох ты, как он в него пострелял-то, своего же. Лови еще одной тыквой. Увернулся. Я тоже вернулся. Ух ты. Мы вышли из бухты. Что, со всеми разобрался? А, ну, все, блин, я хотел притянуть его. Все в порядке? Да. Хорошо. Веселого Хэллоуина? Такое себе, да? А куда доктор-то повели? Че-то я потерялся. А, ну, мне наверх. Конечно же, через вентиляцию. У тебя там куча дверей, нет? Надо вентиляцию. Я, наверное, не перестану тебя ругать за это. А можно тут... Мне там что-то на своем же проходит. Может, притушим свет? Как нам это сделать грамотно? Вон там вот есть еще лазейки. Тут, на самом деле, можно столько всего везде пролезть. Привет, парни. И пока. Так, я почему-то электрической паутины и плюнул в них. Хотя я ее не включал. Питер, ты это сделал сам? Ой. Да, походу, он сделал это сам. О, а ты откуда появился? Я тебя не видел. Отдохни. А, свет, значит, да? Тут как бы... Нужно как-то обойти. Погоди-ка. Ясно. Давай наверх. Ой, я вырубил свет, кажется, да? Нужно как-то обойти их. Ну, вот, алкаши тут развалились. А, и тут какой-то змей мешает. Хвост его. Доктор Делани. Через окно бы ворвался, да и все. Куда? Вы меня тащите. Кто вы? Вы недавно начали работать с кем-то в Оскорб. А откуда вы знаете? У нас нет времени, Айзек. Назовите имя. Шоу окончено, Али. Он забирает их силы. А ведь, похоже, не окончено. Нифига себе, он жесткий. Но силы отнимают у него сильно много энергии. Его имя. Доктор Морган Майклс. Благодарил. Он сам себя застрелит, что ли? Нет! Офигеть. Он реально умеет управлять разумами людей. Парни, пора применить ульту, кажется. Отдыхаем, отдыхаем. Не встаем. Вот это вот я возьму. Граната, что ли? Ох ты, елки. Бугай, стой, 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 стой. Давай покружимся. А вы че тут стоите? Парни, вы нарвались не на того Человека-паука. Я именно тот настоящий, тот самый. Они-то думали, что я Хэллоуинский. Ну, переодетый, обычный чувачок. Разобрался. Надо найти ли. О, круто. Он устроил хаос. Настоящий Хэллоуинский. Нельзя давать им навредить друг другу. И че делаем? Тыкву метаем. Мне это не доставляет удовольствия. Паучок, помоги мне, братишка. Сейчас свадьба заживет. Носорог снова захочет мне навалять, наверное. Блин, мои друганы и паучки сбежали. Неужели снова он? Что ли сделал с ними? Ух ты, он мощный стал. Так, а моя ульта перезаряжается, понятно. Ух ты. Вот так вот. И вот так вот. Тебя напинаем по жопе твоей резиновой. Или поролоновой, я не знаю. Много на тебя паутин-то надо? Наконец-то. О, прям как на настоящем носороге служи. Паучок там такой в костюмчике. Еее. Юрий, нужна помощь. Сообщают о выстрелах в универе. Да, это я. Потом расскажу. Сейчас ты должна найти доктора Моргана Майклза. Мартин Ли идет за ним. Я поняла. Надо же, они даже меня не стали расспрашивать. Просто сказал, я поняла, и делает работу свою. Круто. Человек-паук. Кто такой доктор Майклз? Ведущий ученый в проекте Дыхание Дьявола. Его нашли? И да, и нет. Соболи заявили, что держат его под защитой где-то в городе. Но они говорят, где именно. Я думал, вы работаете сообща. Я тоже. Ладно. Есть идея, как его найти. Сработает, дам знать. Такой думал. Ну вот, не расспрашивает. Молодец, Юрий. И сразу звонит, спрашивает. Кто такой? Что делаем-то? Отряды в Морихилле. Эй, ты нашел доктора Дилани? Да, но Ли это сделал первым. О нет, что случилось? Ли исказил его, и тот покончил с собой. Какой ужас. Мы должны его остановить. Да. Перед смертью Дилани назвал Ли одно имя. Морган Майклз. Морган Майклз? Кто он такой? Точно не знаю. Но вроде бы он работает над проектом Дыхание Дьявола. Ты нашла что-нибудь в той папке? Да, представляешь? Пару лет назад Осборн пришел к Фиску и попросил его построить подпольную лабораторию. Секретную? Для Дыхания Дьявола? Если это правда так опасно, то неудивительно. И где она? Этого в папке нет. Осборн убедил Фиску уничтожить всю документацию. Удалось раскопать только квитанции о перевозах с личного счета Осборна насчет строительной компании Фиска. Тот сохранил их как компромат на мэра. Все нити сходятся к Норману Осборну. Кажется, пора нанести ему визит. Сомневаюсь, что он тебе что-нибудь скажет. Я и не думал спрашивать. Осборно. Летти гоу. Еще и голубя поймал по пути. Все шикарно. Пропустил звонок от Мэй. Питер, я поговорила с мамой Майлза. Ей понравилась идея о его работе у нас. Бедняжка очень горюет, но старается быть сильной ради сына. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. А ему нужно понять, что жизнь стоит того, чтобы продолжать жить. Ты молодец, что придумал найти ему работу, Питер. Думаю, Бен гордился бы тобой. Ну, круто, круто. Значит, Майлз будет у меня под крылом. Ну, под крылом бабушки Мэй. 10.30, инкассаторская машина. Я знаю, как попасть в офис Нормана. Прежде чем идти туда, нужно отключить охранные системы. Но если меня заметят, они все перекроют. Значит, будем по тишине туда прокрадываться. Думаю, я смогу взломать защитные модули, находясь снаружи. Так, ну это мы явно уже хотим... Кто там? Соболь? Погоди, там реально Соболь, что ли, были? Вон они пошли. Офигеть. Понятно. Мне надо действовать реально быстро. Это сетевые кабели. Надо проследовать за ними к защитному модулю. Но он туда. Защитный модуль. Кажется, в здании их 4 штуки. Так-то лучше. Что за черт? Группы охраны, ответьте. Команда Соболь Альфа ждет приказа. Похожи перебои с электричеством. Понял. Следите за внешним периметром, пока мы ищем причину неполадок. А я это думал, будет легко. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Блин. Я хотел сделать... Почему ты не цепляешься-то? Засранец, паучок. Очень понятно. Бежим. Оп, пробежал. Мне за угол надо. Ёшки-матрёшки. Какая темень. Почему я не сделаю себе визор ночного введения? Всем группам Соболя. Похоже, у нас сбой в программе. Вызываем специалиста. Вас понял. Продолжай обход по внешнему. Стой, кажется, я пробежал. Что? Всем агентам. Кто-то берёт под контроль нашей системы. Запускаю протокол Дельта. Чёрт, в наши дни дроны есть у всех. Группы Соболя, доложите обстановку. Внешний периметр, всё чисто. Вы всё ещё считаете, что это программная проблема? Мы оцениваем ситуацию. Сохраняйте текущий уровень тревоги. Всем группам Соболя. Есть небольшая вероятность, что к нам проник нарушитель. Мы анализируем данные. Будьте на чеку. Вас понял, контроль. Ну, ты будешь взламывать-то? Наконец-то. Проклятье. Ещё одна подсистема отключилась. Проверить внешний периметр 85-го. Вас понял. Птичка на подлёте. Короче, вначале снайперы, потом дроны. Теперь вертолёты. А что дальше будет? Привет, МДжей. Я тут занят. Слушай, я, кажется, знаю, где Чарльз Стэндиш. Думаю, я смогу его разговаривать, если доберусь до него. Он знает о докторе Дилане и, вероятно, о Моргане Майклзе тоже. Хорошо. Только не делай глупостей. Кстати, о глупостях. Надо найти последний модуль. Вот и последний. Всё. Теперь можно заглянуть в офис Нормана. Надеюсь, я узнаю о Майклзе и дыхании дьявола. Как будто меня не видно в этой подсветке букв. Не сейчас. У мистера Осборона важный разговор по телефону. Продолжайте наблюдение. Там должен быть кто-то. Тут ничего. Только мы, пауки. Переключусь на защищённую линию. Я на шаг впереди тебя, Уилсон. Мои люди проверили все твои файлы. Если ты попытаешься раскрыть детали той сделки, это будет твоё слово против моего. А за решёткой не я. Минутку. Норман говорит с Уилсоном Фиском? Статуя Нио? Ты вообще о чём? Статуя Нио с аукциона. Вероятно, они говорят о папке, найденной Эмджей. У кого папка? У нас, Норман. Но это очень в общем. Поэтому я прямо сейчас выполняю слегка противозаконные, но морально допустимые действия. Джекпот. Чё, он тут документы какие-то оставил? GR27. Научный руководитель доктор Морган Майклс. А вот адрес лаборатории убран. Структуры ДНК с искусственным интеллектом? Если это работает, это же лекарство от любых генетических болезней. Муковисцидоз, Хария Хантингтона. С ума сойти! Они опыты на мышах ставили? Семь дней и... Как-то не очень хорошо опыты прошли у них, видимо. Очень много погибло. Ну чё, мне кто-нибудь позвонит или я кому-нибудь позвоню? Сообщу новости. Привет, Пит. Как дела? Эмджей. Дыхание дьявола не оружие. Оно создавалось как лекарство от генетических заболеваний, но в нынешнем виде оно настолько сырое, что убивает тело, пытаясь его вылечить. Надо найти доктора Майклса. Нельзя доверить Соболю такую опасную субстанцию. Возможно, я нашла зацепку. Чарльза Стэндиша держит на базе Соболя в Центральном парке. Если кто и знает, где находится Майклс, то это Финдилектор Аскорб. Я пытаюсь добраться до него. Добраться? Там же полно охраны. Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Проникнуть в логово Соболя. Это может кончиться плохо. Мне нужно в Центральный парк. А он в другой стороне. Я все это время не туда летел. Кажется, Коп-паук приближается к разгадке. Похоже, это док. Питер, у меня было озарение. Все дело в разуме. Взять хотя бы меня. Ум с неограниченным потенциалом в плену старого изношенного тела. Подумай, чего может достичь этот ум, если освободить его? Разрабатывая наш нейроинтерфейс, мы должны думать шире. Мало просто заменить изношенные части наших тел. Мы должны думать о новых возможностях. Проникнуть в разум. Никогда не слышал от Дока таких эмоций. Надеюсь, он не слишком увлекся. О, блин. Наш доктор может скоро превратиться в нашего злейшего врага. Доктора Октавиуса. С огромными металлическими щупальцами. И все это ты, конечно же, сможешь увидеть в следующем ролике, если поставишь лайк и подпишешься. А на сегодня это все. Так что, до встречи в новом видео.